На очередном заседании Нижней Палаты Парламента Таджикистана, прошедшем 26 октября 2016 года, депутаты единогласно проголосовали за новый закон о лидере нации. На этом же заседании Эмамали Рахмону присвоили статус основателя независимого Таджикистана, лидера нации, а также статус основоположника мира и единства. Согласно новому закону об основоположнике мира и национального единства лидера нации, Рахмону будет выделено специальное место и специальное оборудование. Будет создан его специальный фонд, учреждены орден лидера нации и премия лидера нации. Также лидер нации после ухода с поста президента страны сохраняет за собой право обратиться к народу республики и принимать участие в важных государственных мероприятиях и выступать на них. За все действия, совершенные за время оправления страной, лидеру нации гарантируется неприкосновенность. Также его запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать. Неприкосновенности подлежат имущество и недвижимость, принадлежащие лидеру нации и его близким. Эксперт из Института стран СНГ заводделом Средней Азии и Казахстана Андрей Грозин в диалоге с НСН сравнил законы разных республик, награждающие лидера нации подобными преимуществами. Он отметил, что в Таджикистане к этому процессу подошли с особой тщательностью и перещеголяли всех в желании угодить своему президенту. Более всего для сравнения подходит республика Казахстан, с закона которой и был частично списан таджикский аналог. Очень схожи текстуально формулировки законов, сообщил эксперт. Но казахстанский закон не режет глаз таким большим количеством деталей. Видимо, в Таджикистане всем парламентом сидели и думали, какую бы еще придумать особенную норму, чтобы порадовать действующего президента республики, предположил Грозин.